Всем привет, дорогие друзья! В общем, мы сегодня находимся в коктейль-баре. Сегодня здесь проходит дегустация бруска, а именно B2B. Сейчас ждем, когда народ потянется. Будем раскуриваться, смотреть, что происходит. Вот, в целом. Немножко возьмем интервью у ребят, фидбэк соберем. Ну и я точно тоже напишу, что происходит. Так что погнали! Еще раз, друзья, всем привет! В общем, у нас Дмитрий. Расскажи немножко про себя. Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я специалист по продукту и амбассадор компании Бруска. Сегодня мы в вашем замечательном городе Ярославле проводим наше обучение. Расскажем про наши продукты, про наши СТМ-продукты. Расскажем про табак, про бестабачную калияную смесь. Естественно, мы, как компания, все-таки, по большей части которой начиналась с вейпов, мы не можем не затронуть наши основные вейп-продукты. Какой план действия, с чем будет происходить? Сейчас мы с вами, собственно, стартуем. Начинаем мы с хука нашего направления. Сейчас расскажем по табаку, расскажем по нашей бестабачной калияной смеси. Сделаем небольшой перерыв, проведем дегустацию. Покурим, соответственно, табак наш. Далее продолжим уже по вейп-направлению, с небольшим кофебрейком, где мы можем с вами со всеми пообщаться, обсудить все насущные вопросы, которые у вас есть. Слушай, как думаешь, много будет народу? Я очень надеюсь, что народу будет много. По крайней мере, прям хочется, хочется со всеми пообщаться, хочется всем донести, что мы можем, какой у нас замечательный продукт. И прям большие надежды на это. Ты первый раз в Ярославле? В Ярославле, да, первый раз. Первые впечатления какие, когда приехать? Первое впечатление, город очень такой уютный. То есть, если мы сравниваем с моей родиной, с Самарой, все-таки он у вас такой старый, такой прям комфортный. Все здания, как это, храмы у вас. Все очень классно выглядит. Но, к сожалению, я мало могу поделиться своими впечатлениями о городе, потому что не было времени погулять. Мы иногда в командировках, у нас буквально всего один день, мы переезжаем из города в город. Такси, гостиница, мероприятия и так далее. Но, вчера с моим коллегой, с Денисом прошлись вечером по городу, очень понравилось, все очень уютно уже, все подготавливаются к Новому году, елки, гирлянды. И оценил несколько даже кальянных заведений ваших. Вчера присутствовал в Хук-3-девятке, если правильно называю. Да, вот здесь прям недалеко буквально. Очень классное заведение, очень теплые ребята, замечательно приняли, поэтому впечатления очень положительные. Тебе еще надо узнать, куда зайти в Антресоль, если будет возможность, там тоже замечательно, если хорошо. Насколько я знаю, в Антресоле даже у знакомых узнал, не буду говорить, у кого присутствует, там амбассадор нашего, да, по-моему, как раз таки? Да, ты рядом с ним сейчас стоял. Да? Да. Мне все почему-то говорят про это заведение, видимо, оно прям очень хорошее. Оно считается как в городе одной из топок, как тоже 3-девятки, все в том духе. Супер, супер, супер. Все, дорогое, тогда спасибо. Еще чуть-чуть позже тебя дерну. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо огромное. Все. Дим, скажи мне, пожалуйста, как вот это все прошло? Люди тебя слушали, не слушали, какие были вопросы, сложные, не сложные, все в этом духе? Слушай, на самом деле здорово. Мне нравится, что, по крайней мере, сегодня публика активная, активная. Иногда отвлекают, конечно, но это прям замечательно. Сегодня прям бодренько по сравнению с предыдущими двумя городами. Там тоже было все отлично, все прекрасно, но публика более какая-то такая. Ну, мы пришли послушать. То есть здесь хотя бы есть какое-то взаимодействие. Здесь хотя бы есть какие-то каверзные вопросы, которые я обожаю. Если есть каверзные вопросы, значит, есть заинтересованность. Какая-никакая, она в любом случае присутствует в продукте. Публика для меня не тяжелая. Я повторюсь, чем больше взаимодействия, тем лучше. Сейчас еще проведем дегустацию. Получу фидбэк по табаку, по бестабачной кальяной смеси. Я с удовольствием еще раз пообщаюсь. Поэтому мне прям сегодня все нравится. Ну, тебе скажи, мне как тебе вопрос от нашего Одина? Я обычно... От Одина? Да. Хорошие вопросы. Блин, ну, я ждал на самом деле. Опять же, я говорю, я всегда... Вы предупредили. Я всегда жду, мне прям хочется, хочется каких-то таких вопросов. Я поэтому и говорю, что, ребят, если мы что-то покурим, мне очень здорово и приятно и лестно будет услышать, что вам нравится. Но больше всего я хочу послушать, что не нравится. Потому что я могу приехать в свой город, в центральный офис. Мы можем это со своей командой обсудить, и мы можем доработать продукт. То есть, опять же, получая негативный фидбэк, все компании развиваются и развивают свой продукт. Это самое важное. Теперь вопрос, Одина. Как тебе вообще, вот, что он спикерсов вел? Ну вот смотри, тут прикол-то в чем? То, что я понимаю, когда человек проводит какое-то обучение, мастер-класс, наоборот, нужно ему задавать вопросы и прочие моменты, негативные, желательно просто, потому что это ему в плюс идет. Если он на них отвечает, значит, он заинтересован тоже в продукте, и он, грубо говоря, двигает свой бренд вверх. И люди, тем самым, грубо говоря, ловят вайп самого мероприятия. Это ему проще. Ему гораздо проще общаться с людьми, нежели по скрипту что-то говорить. Ну, типа, гораздо проще так. Вот. Я сам это просто на мастер-классах от нашего понимаю, что если люди молчат, то все. Ну, типа, до свидания. Ну, надо чем-то заинтересовать, кинуть эмоцию, там, проще момент. Да, в целом, круто, но, типа, бруско... Я всегда к бруско нормально относился еще с того момента, когда они в гостинице «Вояж» в городе Санкт-Петербург заселялись с всей командой. Вот. И я просто выхожу из номера, и там такая орда миньонов бруско идет в футболке. У нас с НХКШ едет. Вот. Бруско нормально, малины нет. Вот. А так все хорошо. Вопрос. Почему малины нет? Да, кстати, а где малины? Здесь собачки? Да. А надо? А надо? Она была. Была, да, 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 да. Выводятся постепенно. Есть какие-то вкусы, которые будут, естественно, пропадать в какой-то степени. Очень легендарная. Легендарная. Наверное, опять же. Нет, она очень хороша была. Нет. А почему ее вывели? Она прям болюновое варенье прям такая. Она даже... Открываешь банку, вот на этом гибискусе еще оно красное, как будто варенье в руках держишь, взбиваешь. Преконишь? Есть. Есть в любом случае у всех производителей определенные вкусы, от которых периодически отказываются. Есть там, скажем так, такой момент. Я думаю, прекрасно понимаешь, есть определенные категории продаж. А, АБЦ. Да, 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 да. Если мы говорим, например, о нашей линейке по продажам, у нас очень хорошие результаты. Но, к сожалению, от малинки пришлось отказаться, хоть я и сам ее люблю. Но при этом, при этом, при этом специально для тебя, специально для тебя малины есть в табаке. Окей. Топ-3 без табачной смеси бруска на данный момент для розницы. Вот топ-3. Топ-3. Вот прям вот топ-3 без табачки. Инжирное варенье, цитрусовый чай и куба-либра. Вопрос есть? Чу-су-чу-су. В целом, все понравилось сегодня. Нет, Дима очень круто. Он понял, мне там понравится, как человек голос. Мне тоже лично понравился. Бля, вообще, у меня красавчик. Прям видно, что ты знаешь. Ты же давно уже, да, коняешь? К сожалению. Нет, Тиму, на самом деле, охуенный город. Там ребята, есть венфор, привет. Ему очень красавчики. И горден им практически. Цена. Спасибо вам под удачу. Позадаю вопросом. Как было? Как это все это было? Все было. Все было. Спасибо, что немножко времени уделили. Еще докопаюсь до вас в ближайшее время. Скажи, как тебе понравилось, как Дима все рассказывал? Диалог вот этот с Одином нашим, цветом духем. Привет, мне все очень понравилось. Круто. Адекватно отвечали на вопросы. Вообще никаких. Блин, я запутался. Давай еще раз. Да, не парься, говори как есть. Я сейчас соберу информацию. Камера не кусается, я тоже не кусаюсь. А я не боюсь. А насчет нашей я не знаю. Так, 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 так. А, все очень понравилось. Спикер очень крутой. Вопросы задавали интересные. Отвечали тоже интересно. Претензий вообще никаких не имею. Теперь курим. Наслаждаемся. Все, спасибо, что маленький фидбэк дал, дорогой. Меня Женя зовут. Егор. Приятно познакомиться. Егор, расскажи, что ты уже прокурил? И твое мнение в этих вкусах? Я успел попробовать табачные смеси лимонной вафли, виноград, малину. Из этих трех, по моему мнению, понравились лимонные вафли. Чувствуется лимон, пряности. Более приятный такой вкус. Малина тоже неплохо себя показала. Виноград, как по мне, оказался слабеньким табаком в качестве вкуса. Ну, а так, будет время, конечно, еще прорегустрируя остальные. Скажи, в целом, как тебе вообще можно дегустацию, все это мероприятие? Приятная обстановка, приятные люди. Все очень нравится. Все, Гусь, спасибо тебе большое. Егор, что уделил немножко времени. Дорогой мой, расскажи, что ты уже успел покурить, свое мнение высказать? Всем привет. Смотрите, я сейчас успел прокурить абсолютно все кальяны, которые тут стоят. С суданской розой все то, что тут стоит, практически все у меня есть в работе. А можно мне не заикаться, пожалуйста? Спасибо. У меня по бестабачной смеси очень положительные впечатления, кроме единственного момента в работе, потому что это не всегда удобно, это иногда очень запаристо. Но на вилочках фанул меня всегда спасает. По табачной смеси, которая выпускает бруска, только сейчас ее умудрился попробовать. До этого она до меня не доходила. Пока что очень приятные впечатления. Манго, который сейчас как бы новый дроп, мне на удивление понравился, потому что я не любитель всех этих фруктов и всего такого. Женя знает, Женя мне кальяны часто делает. По всему остальному, пока что очень приятное впечатлительное положение. Как это будет в работе, пока что не знаю. Если Саша купит, то Саша купит. Мы с этим поработаем, посмотрим, как он дома будет в работе. Но пока что мне все нравится, мне все устраивает. Окей, скажи мне, пожалуйста, как тебе вообще в целом дегустация, как тебе в целом заведение? Очень, сука, холодно. Серьезно. Ну, типа, я в кофте, в футболке. Я не знаю, мне либо раздеваться, чтобы не сильно потеться, либо в одеваться, чтобы, блядь, не было так холодно. У вас же можно материться, у вас можно материться, я знаю. Смотрел ваши видео иногда. А вы блогер, правда? Нет, блогер, тебе кажется. Как тебе целом дегустация, как тебе, Дима, как спикер был? Саша забрал на себя все внимание, мне кажется. На видео этого не передать, наверное, будет, но Саня топит. Прям хорошо. Дима, как спикер. Очень интересно по работе с возражениями, по работе с забивками. Не очень понятно. Но, в принципе, пока что все кайф. Все, супер, дорогой, спасибо тебе большое, что уделил нам время. Да, не за что. Кать, скажи мне, пожалуйста, как тебе целом дегустации, как тебе гости по народу? Мне очень понравилось то, сколько информации дала компания. То есть у нас мало кто из компаний, в принципе, приезжает и такие развернутые ответы дает на наши вопросы. Дегустация прошла замечательно. Естественно, ну, конечно. Очень много вкусов есть, которые я могу выделить как топовые. То есть, например, манго. Манго очень вкусный. Допустим, то же самое. Как всегда. Короче, представлен табак и бестабачная смесь. Люди сравнили, соответственно, и по крепости, и по вкусам. И сделали для себя какие-то выводы. И очень много людей, которые остались довольны продуктом. Это огромный плюс. То есть, тебе понравилось? Все замечательно. Все замечательно. И какие-то его минусы? Минусы? Пока я их не выявила. Пока все замечательно. А, фитбек, есть. Был уже какой-то от гостей насчет бестабачной смеси и табачной смеси в русском? Насчет бестабачной смеси, да, был. Очень понравилось, что поменялось сырье. То есть, стало меньше сиропа. Он комфортнее курится. Нет переоромленности вот этого момента. По табаку всем понравилось, что это комфортная средняя крепость. То есть, это именно такой вот масс-маркет. Что если дома хочется покурить комфортно, приятно, не очень крепко, то табак вообще замечательно подойдет. И, соответственно, по вкусам очень много положительных фидбэков. Причем нет такого, что вот у кого-то, вот точнее у всех, вот есть топовый какой-то вкус. У всех они разные. И это очень круто. То есть, очень мало производителей есть, которым удается сделать так, что из 10 вкусов, допустим, 8 вкусов попадают в топ. Обычно это 2-3 вкуса здесь. Ну, вот такого среза нет. Все, Кая, спасибо тебе большое время уделила нам. Спасибо вам. Будь. Спасибо, что позвала. Дима, скажи, как тебе вообще фидбэк от гостей и все в твоем духе? Как тебе сам дегустация? Слушай, фидбэк хороший, прям действительно хороший. Я прям специально всегда у всех спрашиваю, говорю, ребят, накидайте мне прям негатива. Как бы с позитивом все понятно. Если нравится, замечательно. Лучше скажите, что не нравится, и нам будет как бы куда стремиться. Услышал сегодня несколько нюансов. Естественно, прямой их к сведению это надо учитывать. Но удивительный фидбэк положительный. Особенно от тех, кто не пробовал, и особенно от тех, кто пробовал. То есть говорят, что заметно, что продукт переработали, что он стал лучше, что с ним стало комфортнее работать. Поэтому я прям очень приятно удивлен. Мне сегодня, повторюсь, аудитория прям безумно нравится. Она очень активная, это прям очень импонирует. Тогда вопросик, я знаешь, какой быстренький. Ты рассчитывал, что больше людей будет или меньше? Честно, да, я рассчитывал, что будет больше людей. Тем более нам изначально сказали, что будет там расчет, наверное, людей там, ну, типа 30-40 человек, вот так примерно. Но при условии, что аудитория небольшая, она все равно активная. Они все заинтересованы. То есть там, к примеру, из 10 человек, 9 они прям заинтересованы. То есть видно, что пришли именно все те, кто хочется что-то, кому хочется что-то узнать. Как, скажем, тогда в целом, как тебе заведение? Есть какие-то плюсы, минусы и так далее? Вообще, дегустации. Ну, смотри, заведение само по себе хорошее. Но, опять же, если бы было больше гостей, было бы проблематично. То есть, опять же, мы поймали какую-то такую золотую середину, что если бы было здесь 40 человек, я думаю, ты понимаешь, мы бы их разместили, естественно, на балконе. Ну, было бы им удобно слушать меня или Андрея. Нюанс. Но вот при такой аудитории мы все комфортно сидим, все комфортно общаемся. Все замечательно. Все. Какая-то огромное спасибо, дорогой. Спасибо огромное, что поучаствовал. Спасибо за знакомство.